Спасибо большое. Хочу поделиться кратко своим опытом. Мы занимаемся органическим земледелием. Начинали с производства биогумуса. Сейчас у нас очень большие объемы по производству этого удобрения. Мы выращиваем в открытом грунте овощные и ягодные культуры. Мы были три года в конверсии. В этом году мы уже должны получить сертификат. И мы начали выстраивать свою сеть розничных магазинов три года назад. Потому что была для нас та картина, что на полку нам будет с нашими объемами очень тяжело попасть. Поэтому мы начали идти в параллель. И запустили первый свой магазин. И начали отрабатывать весь ассортимент продуктов, который должен быть у нас на полке. В каждом магазине на сегодняшний день у нас три магазина по области. В этом году мы планируем открыть еще два. И на будущий год еще пять. Планируем сделать сетку из десяти магазинов по области. И подтянуть свое производство. И переработку также. Ну и естественно мы очень хорошо, плодотворно работаем с фермерами. Это по молочной продукции, это по мясу птицы, также яйцо. Также у нас представлены и продукции компании Биохутора Петровского. Мы прям с открытия магазина начали сотрудничать. И у нас в каждом магазине есть полка непосредственно их продукции. Значит в каждом магазине у нас также есть пекарня. Мы выпекаем традиционный хлеб на опаре и на закваске. Также мы сейчас делаем производство своих полуфабрикатов. Налаживаем сейчас кондитерку свою. То есть у нас сейчас задача стоит из натуральных продуктов, из фермерских продуктов. Делать конечный продукт для нашего потребителя. Отвечать качеством перед ним. В данный момент мы вот сегодня привезли, хотим угостить вас нашей органической клубникой. У нас 3 гектара клубники, 4 гектара малины. Ну как бы развиваем и розничную сеть, и производство. Идем в параллель. Это сложно. Мало у кого можно поучиться именно по открытию магазинов. Это очень большой труд. Я думаю, что как мы сможем построить именно замкнутый весь цикл производства, розницу и производство мы готовы будем делиться. То, что сейчас у нас есть знание, багаж, мы всех также приглашаем, поделиться опытом. Приглашаем на свое поле, показать, попробовать и посмотреть, как мы это производим. Светлана Николаевна, вопрос сразу уточню. Вы сказали, что с вашими объемами тяжело попасть на полку. А можете сказать, какие у вас объемы? Ну вот, к примеру, скажу на сегодняшний день. У нас сбор клубники происходит 250-300 килограмм в день. Клубники. Через свои магазины мы продаем 100-120. У нас есть излишки клубники 150-200 килограмм в день. За таким объемом по органике, естественно, Москва очень просит, но за таким объемом не поедет. Потому что объем нужно хотя бы от тонны. Поэтому у нас вот все, что мы производим, подталкивает к тому, что это должен быть рост, именно развитие сети розничных своих магазинов. Светлана Николаевна, а вот у вас в магазине, как, вот заходишь, это фермерские продукты полка, да? А это органический продукт на конверсии? Или как они разделяются? Значит, мы изначально своих покупателей приучали, рассказывали, что элементарно можно определить натуральный фермерский продукт от органического продукта. Во-первых, это выделено ценником. Это цвет ценника зеленый, это натуральный органик продукт, органические продукты. Обычно белый ценник, это традиционные продукты, те, которые мы не нашли замену, именно органическим, чем заменить. На самом деле мы работаем с фермерами, с производителем вообще по всей России. Это и Крым, и Ивановская область, потому что мы заинтересованы в том, чтобы на полке была полная корзина всех продуктов, которые нужны для человека. Начиная, скажем так, с этой крупы, и чай, и соки, и те же каши, и так далее. Даже детское питание мы работаем с питерским комбинатом, безглютеновую продукцию поставляем. Поэтому покупатели на сегодняшний день заинтересованы в таких магазинах, и мы видим перспективу развития, потому что мы видим рост и покупателей, и тот же рост выручки, который идет. Поэтому мы считаем, что это единственный путь для того, чтобы была стабильная реализация, и, естественно, конечный потребитель был заинтересован в качестве продукции. А вот три магазина, они где? В Воронеже, в Лисках, где вы находитесь? Два магазина у нас в Лисках, один в Воронеже, и мы планируем все остальные открыть в Воронеже в каждом районе. А, все-таки на городского жителя вы ориентируетесь? Почему? Потому что покупательская способность в городе, да, в городе? Ну, потому что численность. Если у нас численность в Лисках 50 тысяч, а Воронеж – это миллионик, естественно, количество магазинов – потребность. Ну, то есть, ваши наблюдения, они показывают, что точка зрения тех, кто говорит, что дорогую продукцию не берут, она не расходится, она неверна, да, если она даже там органическая, неорганическая, ищут все то, что подешевле. То есть, эта точка зрения не выдерживает критики. Нет, ну, я хочу сказать, что на каждый продукт есть свой покупатель. И на самом деле, что если сравнивать, например, 3 года назад, когда мы открыли магазин первый, и на сегодняшний момент, то прирост наших клиентов идет, ну, в соотношении мы сравниваем год к году, это плюс 35%, стабильно. Ого, хорошо. То есть, если, например, взять у нас из нашего опыта, вот, трехлетнего, первые магазины, у нас примерно численность чеков в день была, ну, ориентировочно на 180-200, сейчас у нас 500-600. Это за три года рост у нас. А какая доля, какая доля фермерских продуктов, просто вот, ну, скажем, фермерских, а какая уже подтвержденных, как, скажем, Алексей Иванович, на полках ваших магазинов? Ну, где-то 15-20% это органические подтвержденные продукции, и 100%, 40% это, 40-50% это фермерские, 30% это обычные традиционные, которым еще нечем заменить. Пожалуйста, вопросы, вопросы о... Один человек... Я два слова скажу еще, можно? Да, обязательно. В нашей замечательной стране выстал просто тем, что наличие сертификации не всегда означает гарантированное качество, равно как и наоборот. Некоторые производители производят великолепную органическую, натуральную продукцию и задаются вопросом общей сертификации. Как продукция таких производителей, у которых вы сами можете побывать и убедиться в их порядочности, что они производят для себя и для того продавания. Как такая продукция, как бы сказали, пофермерская, может попасть на прилавки ваших магазинов? Мы даже начали из своего опыта делать, проводить дегустации. То есть сначала человек для того, чтобы мог заплатить ту добавочную стоимость, ему нужно дать попробовать, чтобы он это оценил и был готов это приобретать. Во-первых. Во-вторых, те фермеры, с которыми мы начинаем сотрудничать... Не слышно? У нас это очень важный вопрос. Да. Да, да. Хорошо. Значит, мы свою продукцию начинали приучать нашим покупателям с дегустацией. То есть для того, чтобы человек мог реально оценить, за что он переплачивает деньги, он должен это попробовать. Вот мы шли непосредственно этим путем. И даже если у нас некоторые фермерские продукты, которые сейчас уже имеют знак органик, да, но до этого они не имели этого знака, но спрос у них, скажем так, он не падал, а только рост. И на начальном этапе, естественно, мы когда вводим новый продукт на полку, мы вводим в небольшом количестве, наши продавцы рассказывают о новом товаре, который на полке. Если это реально и можно продегустировать, мы обязательно проводим дегустацию, тем самым мы приучаем нашего покупателя к новому продукту или, ну, преимущество показываем. Если есть продукция, которая вкусная, натуральная, органическая, по вашим гарантиям, и еще спрос на нее растет, зачем тогда получать сертификат? Зачем за это платить деньги? Если потребитель главный, конечный... Вот мое мнение такое, что если есть знак и есть сертификация, то пройдет время, когда тот же наш покупатель задаст вопрос, а почему вы не сертифицируетесь, если вы уверены в своем качестве? Это просто вопрос времени. И когда наступит то время, мы должны быть готовы, что мы и подтверждены документами. Я скажу почему. Потому что мы считаем, что это выброшенные деньги. Ну, я хочу сказать, вот, например, в нашей области, в нашей области, так как у нас 100% идет возмещение по сертификации, то есть мы не выбрасываем деньги на ветер. Поэтому у нас поддержка... В этом смысле молодцы. Но я хочу сказать, что у нас есть Роскачество, если кто, нет возможности для того, чтобы потратить деньги по сертификации, вот есть некоторые органы, которые сертифицируют, и там только минимальные затраты на анализы. Но это не великие деньги. Да, Анжела Михайловна, пожалуйста. Здесь просто, коллеги, уважаемые коллеги, да, очень важно понимать, что когда мы говорим об органике, это всегда сертификат. Вы можете получить качественную продукцию, которая не будет органической, она тоже будет качественной, она тоже может быть экологичной. Просто вы не можете называть любую продукцию органической, даже если у вас не было ни одной обработки биопрепаратов, если у вас нет сертификации. Потому что сертификация, ну это важно. Это бумажка, которая прилагается к продукту. Это не бумага, это целый подход. Потому что сертифицируется, вот и производитель, не конечный продукт. Система производства, технологическая цепочка. Поверьте мне, я в этом разбираюсь. Нет, просто к тому, что, понимаете, нельзя тоже выходить на рынок. Нам очень важно научить и воспитать потребителя. Две и бумажки. Нет, люди прекрасно понимают сейчас через телевизор, через какие-то другие средства массовой информации, что есть нельзя. Но они не умеют отвечать, что можно есть. Где добросовестный, а где просто слабый. И вот здесь, ну, самое главное, это внушилось. Да, я хочу сказать, что вы сейчас в Магнит будете заходить, в Буэнсети, там сейчас тоже начинают ляпать эти бумажки. Не, ну это вы, ну а потребители-то наши ходят по всем магазинам. И вот на самом деле, сейчас вот так как ввели закон, и действительно надо подтверждать свое качество. То есть, если мы делаем, а почему мы не сертифицируемся, скажет наш потребитель, да? Почему вы не проходите сертификацию? Ну, понятно. Вы уже свое точнее зрение изложили, да. Вы знаете, друзья, я вам должен сказать, что вот на нашу встречу сегодня не смогла приехать Березовская. Светлана Михайловна из Краснодарского края, которая имеет европейский сертификат, за который платит ежегодно 2,5 тысячи евро. И она платит эти деньги, она делает рис органический. Мы проведем на ее базе день Поля. Она уже пригласила нас. Возможно, это пройдет уже в нынешнем году, где-нибудь в октябре или в конце сентября. А кому интересно, мы пригласим. Вот. И она это платит, и это оправдано. Потому что у нее выход на серьезные сети, на серьезных продавцов, которым нужно подтверждение. И у нее контроль жесткий за всем этим. И это название действительно органической продукции. Алексей Иванович хотел еще сказать. Ну, я хотел добавить даже по этой теме. Я вам скажу одно. На сегодняшний день любой производитель, который продает свою продукцию, из нашего опыта, значит, большей платежеспособностью, как сети, никто не обладает. Мелкие магазины вас не прокормят. Поверьте мне. Основные деньги идут от сетей. Все. А ни одна сеть вас без сертификата не возьмет. А по мелким магазинам, вот тут по деревням где-то, ну, возьмут вас. Все. До свидания. Ну, будете иметь там 100 тысяч в месяц свои. И что с ними делать? Стоп, 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 все, закончим. Дальше. Я хотел еще что сказать по сертификату, вернее, по различным родам финансированиям. Да, мне нравится. В Воронеже там у них хоть что-то делается. В Ростове, в отличие даже от Краснодара, вообще все у нас дохло в этом плане. Единственное, что мы, допустим, чем мы пользуемся. Мы пользуемся только теми официальными организациями, которые реально могут финансировать. Это у нас РАПП, Ростовское агентство поддержки предпринимательства. И есть такой орган, как поддержка предприятий экспортно-ориентированных. Там финансирование идет еще. Все, в принципе. Но это всем доступно. Не только БИО, не БИО. Все, кто хочет, может обратиться и получить. Ну, я скажу так, допустим, с нашим статусом, ну, немножко, наверное, полегче. Потому что таких, как мы, мало. Вот. И здесь вроде бы приоритетом пользуемся. А так, чтобы были какие-то поддержки, именные. Да нет этого у нас в Ростовской области. Кто как сможет, так и пойдет. Ну, и последнее, что хотел сказать. Значит, уже тут упоминалось. Мы начали немножко двигаться в направлении агро-экотуризма. У нас уже идет определенное развитие. У нас на прошлой неделе проходила встреча с областными отделами администрации области. Не Клиновского района в том числе. Приезжали у нас к нам сюда, приезжали крупные туркомпании. Поэтому в этом направлении, ну, я считаю, просто необходимо всем двигаться, кто занимается аграрным производством. Потому что у нас уже полностью ушло эта преемственность. Работать все больше и больше некому. Посмотрите, кто сегодня работает. Всем кому за 50. Все. Молодежь приходит. Просто маленький пример. Приходит молодой человек. Говорит, я хочу у вас работать. Прекрасные рывы. Что ты умеешь делать? И что? Говорит, тебя же надо учить? Ну да. Ну ты же понимаешь, что много денег не заработаешь. Пауза, говорю. А сколько ты хочешь получать? Не меньше 30. Тогда, говорю, нам не по пути. Учиться я не хочу. Тридцатку хочу. А работать, ну, ничего не умею. Вот это подход молодежи сейчас такой. Вот и все. Вот. И у нас в этой сфере, в этой, значит, в сфере агроэкотуризма, у нас будет конец ауста, начало сентября. С сентября будет проводиться экофестиваль. Это такая осознанная тематика. Поэтому, если кому интересно, следите за новостями. Будет очень интересно. Приглашаем. Приглашаем. Да, это будет происходить здесь, на хуторе Петровском. За хутором на берегу пруда будет палаточный городок и все остальное. Поэтому приглашаем. Интересно. Да. Вопросов к Светлане Николаевне нет по реализации продукции. И по ягодному направлению. Нет? А.